Как защитить уральцев от чумы 21 века решали сегодня в Екатеринбурге. В городе прошло совещание о противодействии ВИЧ-инфекции. Главный санитарный врач страны Анна Попова присутствовала на встрече и призналась. Вирус иммунодефицита человека можно подхватить даже там, где должны лечить, а не заражать в медицинских учреждениях. Кто еще создает опасность для окружающих, расскажет Анжела Брик. Перед конференцией, посвященной проблеме ВИЧ, медики проходят экспресс-тест на эту инфекцию. Видимо, чтобы время скоротать, ведь свой статус они точно знают. Глава Роспотребнадзора Анна Попова спешит указать на это. Хватит уже проверять здоровых. Не для этого государство выделяет огромные деньги. Зараженных нужно искать в группах риска. До 30% населения Российской Федерации сегодня тестируется. Хочу обратить ваше внимание и хочу, чтобы вы этим предметно занялись, вернувшись на свои рабочие места, кого мы тестируем. К сожалению, на группы риска из этого общего количества протестированных приходится очень малое количество. Помимо экспертов в области лечения и профилактики ВИЧ, на совещание пришли десятки журналистов. Многие подумали, что врачи решили собраться после новостей об эпидемии болезни на Урале. Однако Анна Попова подчеркивает, мероприятие было запланировано еще год назад, а обстановка в области неблагоприятна считается уже лет 10. Так что сенсации нужно искать в другом. Например, в статистике, которая наконец-то начинает внушать оптимизм. В частности, темпы распространения опасного вируса снижаются. У нас идет снижение первичной выявляемости при увеличении скрининга, в том числе в группах риска. В том числе низкопороговым, доступным, то есть без препятствий хождения по здравоохранению. Второе, у нас снизился риск передачи перинатальной от мамы к ребенку до 2%. И я очень рада, когда я вижу здоровых малышей, потому что когда мы начинали, это был каждый второй, каждый третий ребенок. Но между тем, сейчас в Свердловской области около 86 тысяч зараженных. Это почти 2% населения, в том числе благополучного. Ведь не все пути распространения ВИЧ пока удалось взять под контроль. Например, подхватить его можно на маникюре и в больнице. Это единицы, но они есть. И, к сожалению, тренд не улучшается. Обратите на это внимание. У нас растет армия госпитальных эпидемиологов. И я хочу спросить коллеги, а что вы делаете в стационарах, если ситуация не улучшается? Параллельно нужно работать над тем, чтобы все инфицированные принимали ретровирусные препараты. Уклонисты, по словам врачей, вредят сами себе и представляют опасность для окружающих. Чтобы сделать лекарства дешевле, а значит доступнее, впервые со следующего года вводится централизованная закупка препаратов. И запускается производство отечественных. Сейчас работают более 16 площадок, на которых производятся практически все необходимые препараты, рекомендованные схемами лечения в Семейной организации здравоохранения. Это нам уже сейчас, на этом этапе, позволило снизить на некоторые препараты цену в два раза, а на отдельные препараты даже более чем в два раза. Поэтому окончание эпидемии ВИЧ, говорят эксперты, дело времени. Чтобы остановить распространение вируса, каждому горожанину нужно регулярно обследоваться и избегать опасного поведения. Ведь это, прежде всего, ваше здоровье. Анжела Брик, Влад Калупаев. Главные новости Екатеринбурга.